Всем привет! На связи Наталья, школа дизайна и иллюстрации Элькона. Мы продолжаем на супер коротких уроках осваивать Adobe Illustrator. Сегодня у нас по плану бабочка и пчела. Но перед тем, как перейдем к практике, пожалуйста, подпишитесь на Telegram школы. Там еще больше полезных материалов, эксклюзивные мастер-классы с разбором каждой работы и скидки на основной курс. Ну и, конечно же, общение. Ссылка в описании под этим видео. Итак, наши симметричные объекты. Понятно, что мы будем рисовать половинки, потом зеркалить. Но начнем, например, с пчелы, хотя вы бабочку, в общем-то, сможете нарисовать самостоятельно по этому же принципу. Итак, туловище. Клавиша L, либо эллипс это должен быть, либо, можно посмотреть, клавиша M прямоугольник. Прямоугольник со скругленными углами. Тут, смотрите сами, вот видите, я беру белую стрелку и за любой кружочек вот так скругляю. То есть, когда вы видите кружочки, то вы понимаете, что можно скруглить. То есть, это может сочетаться две кривые, прямая кривая. Видите, стандартный объект, который у нас был, кстати говоря, прямоугольник со скругленными углами. Есть еще сразу фигура, ну, не принципиально, можно ее было сразу нарисовать. В любом случае, нам нужно подбирать скругление, это, да, поэтому один и тот же принцип. Итак, это середина нашей пчелки. Я, наверное, все же оставлю эллипс. Этот удалю. Из круга клавиша L мы нарисуем с шифтом верхнюю часть крылышка. Инструмент белая стрелка. Мы это уже рисовали на цветочке. С шифтом я вот так вот веду, чтобы сделать яйцевидную форму. Друзья мои, смотрите, я уже начала рассказ про опорные точки. Вот наши опорные точки. Вот то, что было кругом, это симметричный сглаженный узел. Ну и, собственно, то, что мы переместили, это тоже такой же узел, но я хочу здесь сделать, чтобы была острая часть. То есть я хочу сломать эту форму в этом месте. Самый простой способ в подборке с инструментом перо. Перо мы основное рисование с вами, кстати говоря, еще и не проходили. Есть инструмент опорная точка. И мы берем любой из этих манипуляторов и вот так ломаем. Белая стрелка. Вторую половинку плохо видно, конечно. Так, второй манипулятор берем и его тоже вот так вот ломаем. То есть мы получили вот такой вот объект. То есть еще раз, друзья мои, давайте, это вот на самом деле базовые вещи. Еще, смотрите, вот не видно зеленое выделение на сером фоне. Я пойду в палитру слои. Вот наш слой, на котором мы сейчас работаем. Он зелененький. Двойной щелчок. И мы выберем другой цвет, который будет виден. Ну, например, не знаю, давайте попробуем фиолетовый. Нажимаем ОК. И все выделения, все манипуляторы будут вот этим цветом. То есть тоже такой момент может быть нужен. Ну, что-то такое, на самом деле, что-то такое. Не будем тут идеальную делать прям симметрию-симметрию, потому что нам, в общем-то, она здесь и не нужна. Давайте мы развернем на какой-то угол. То есть в этой части у нас круг получился. Разворачиваем на нужный нам угол. И смотрим, как он будет вот здесь вот. Ну, вот, наверное, такой вариант. Правая клавиша «Трансформировать», «Зеркальное отражение». Нам нужно отразить по горизонтали. Копировать. И вот этот нижний получившийся объект. Я с «Шифтом», чтобы сохранить вот эту округлость. Вот здесь внизу поворачиваю на какой-то градус подношу к уголочку. И вот сюда вот надо нам его приладить каким-то образом. Я думаю, что мы не будем стремиться здесь вот точки совместить. Нам это совсем не нужно, потому что у нас выше будет туловище. Ну, и, собственно, сейчас возьмем два объекта вместе. «Контрол-Дж» сгруппируем. Ну, и с зеркалением все понятно. Правая клавиша «Трансформировать». «Зеркальное отражение». Отражаем по вертикали. Копируем. И ведем с «Шифтом». Друзья, это один из способов, естественно, отзеркалить. На самом деле одно и то же действие можно делать разными способами. Я в мастер-классе, конечно же, показываю буквально по одному-двум вариантам. А в «Бомбическом иллюстраторе» мы с вами проходим практически полностью иллюстратор. Это группы. Мы их сгруппируем «Контрол-Дж» и выровняем между собой. Наверное, рано, потому что нам еще нужно будет усики тоже группировать и выравнивать. Давайте сразу нарисуем усики. Инструментом отрезок. По длине тут нужно посмотреть. Правая клавиша «Трансформировать», «Зеркальное отражение по вертикали», «Копировать». И можно ввести с «Шифтом». Тут можно с ума не сходить и группировку так пристально не делать. Теперь полоски. Покажу инструмент интересный. Давайте я с «Шифтом» унесу, чтобы нам потом вернуть по месту, чтобы не выравнивать снова. Клавиша «М». Прямоугольник. Нарисуем прямоугольник. Пусть он будет сразу черный. И его нужно намножить. С «Шифтом» с «Сальтом» введу. И «Контрол-Д» повторим последнее действие. Выбрали три объекта вместе. «Контрол-Дж», хотя не обязательно. Здесь, друзья мои, смотрите, насколько у вас останется туловище. Вот здесь вот выход, вот эту часть. То есть можно сплющить немножко, можно выше поднять. Тоже не принципиально. Берем два объекта, вернее, группу из прямоугольников. И «Шифтом» выбираем черной стрелкой туловище. Инструмент очень интересный. Создание фигур. Мы его еще не проходили. Видите, у курсора плюс, а мы зажмем клавишу «Альт». У курсора появляется минус. И вот так вот, зажав левую клавишу мыши, «Альт» зажат, мы отсекаем то, что выходит за пределы. То есть что мы получили? Мы получили подрезанные объекты, которые ровно-ровно стыкаются с краем вот той нашей формы, то, что у нас служило туловищем. Ну, дадим, конечно же, наверное, пока что желтый цвет. Мы о цвете будем говорить позже. И «Шифтом» поднимем крылышки. Дадим им белую заливку. Ну и «Контрол-шифт» – левая квадратная скобка ниже всех объектов. Так, что-то тут у нас... Давайте мы вытянем на передний план лучше туловище и полоски. «Контрол-шифт» – правая квадратная скобка. Давайте быстро по аналогии сделаем бабочку. Клавиша «L» – эллипс. Вот это верхняя часть. «Шифтом» с «Льтом» продублируем нижнюю часть. И давайте прям возьмем белую стрелку. И с «Шифтом» вот так вот нарисуем нижнюю часть. Так, если рисунок не устраивает, можно вот как-то так его порисовать. По-другому тут тоже, смотрите, сами. Или сделать, например, в виде капельки, чтобы здесь острая часть была. Тоже это вы все имеете. Так, «Контрол-шифт-G» разгруппируем. И с «Льтом» продублируем. Я сейчас уже побыстрее, потому что, в общем-то, многие моменты мы просто повторяем. Так, я думаю, «Контрол-шифт-G» еще раз группируем. Я думаю, что я вот этот объект вот так разверну. Или все-таки немножко обратно. Можно немножко приплюснуть, но тогда у нас вот здесь вот не будет круга, хотя это тоже нам не принципиально. То есть, если хотите тут сохранить окружность, то не надо плющить объект. Надо ставить как есть. Все-таки может быть не так сильно. Чуть-чуть с поворотом. И вот этот объект. Тоже немножко приплюсь с ним. Я, наверное, так в бабочке прям состыкую вот так вот с туловищем, чтобы они немножко все-таки отличались. Клавиша «Л» с «Шифтом» и с «Пробелом» ставим по месту. Я хочу вот здесь вот какой-то минимальный такой рисунок показать. Пусть будет какой-то пока серый цвет. И этот, например, тоже пусть серый. Смотрите, я хочу продублировать цвет вот из кружочка. Клавиша «Ай» пипетка. И возьмем свойства отсюда. Ну, здесь все понятно. С «Шифтом» сгруппируем «Контрол-Дж». А, давайте еще сразу нарисуем, наверное, усик, чтобы сразу все вместе отзеркалить. Воспользуемся инструментом «Дуга». Так, нам вот так ее надо как-то заготовить. И поставим вот здесь вот прям по голове. Немножко развернем. Прям в привязку. Можно в режиме «Контрол-У». Здесь в привязку поставить. «Контрол-У». Выходим из режима и чуть, наверное, дорисовать. Хочу такие усики. То есть, друзья мои, на конце можно поставить просто какой-нибудь кружочек, если хочется окончания. Я, наверное, этого делать не буду. Итак, нам нужно сейчас все вместе. Крылья и усик. «Контрол-Дж» сгруппируем. Отзеркалить. Либо по правой клавише мыши, как я показывала на пчелке, либо инструмент. Вот, зеркальное отражение тоже, видите, пример бабочки. Вот я поставлю центр вот здесь. Вот, видите, подписано «Центр». И с «Шифтом» и с «Альтом» зажаты клавиши «Шифт» и «Альт». Я дублирую. То есть «Шифт», чтобы на ровное количество градусов, «Альт», чтобы продублировать. Вот такой вариант бабочки мы получили. Давайте этим объектом двум дадим. Черный. И можно сгруппировать. «Контрол-Дж». Можно тоже, на самом деле, здесь, например, какие-нибудь полосочки сделать. То есть, смотрите, на примере пчелки мы прямоугольники рисовали. Но если мы нарисуем просто отрезками, точно так же продублировать, точно так же «Контрол-Д» повторить последнее действие, точно так же инструментом создания фигур отсечь выходящей части. На этом я не останавливаюсь. Друзья, мы еще раз, пожалуйста, приглашаем в Telegram. Ссылка под этим видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал здесь, на YouTube. И увидимся в следующем уроке. С вами была Наталья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok